Виталий, приветствую тебя! В среду традиционный наш с тобой эфир. Снова оценка фундаментальная и техническая того, что на рынках происходит. Делимся инвест-идеями. Друзья, подсказываем вам, как можно сейчас действовать и проявлять активность на финансовых рынках. Ну, разумеется, если вам нужна дополнительная помощь в принятии решений как с позиции техники, так и с позиции фундамента. Ну что, Виталий, вчерашний день, сегодняшний, видим, как активно летает фунт. Поэтому, ты знаешь, может быть даже сегодня я решил сделать акцент на британскую валюту, потому что игнорировать сейчас то, что происходит, нельзя. Я, конечно же, расскажу вкратце, что по фундаменту сейчас сложилось в Англии. А фундамент очень такой насыщенный. Я думаю, что, может быть, кого-то смотивирует даже проявить активность в рамках текущей торговой сессии и провести какую-то сделку. Ладно, давай начнем с меня, с демонстрации экрана, с прежних торговых идей, да и в целом тенденций, которые есть на финансовых рынках. Друзья, прежде всего, снова хочется обратить ваше внимание на то, что происходит с индексом американской валюты, потому что индекс доллара – это действительно спонсор всех движений, которые мы видим на рынке Форекс. Как бы нам не хотелось попробовать обосновать движение австралиец, новозеландца, канадца, ну, фунд исключения, вот этих активов, которые назвал с позиции их национального фона, он все-таки меркнет, когда речь заходит о реально хороших показателях волатильности, каком-то таком трендовом ходе именно американской валюты. Все следят за новым пакетом фискальных стимулов от США, и вот вчерашняя новость, она и стала причиной как раз роста индекса доллара, когда Нэнси Пелоси, лидер Палаты представителей, в очередной раз заблокировала прохождение, ну, хоть какого-то подобия фонда фискальной помощи. Расстраиваться не нужно, друзья. Я, кстати, на одном из своих последних брифингов очень детально разбирал ситуацию с позиции того, когда эти стимулы все-таки придут, стоит ли их ждать до выборов, либо все-таки уже смириться с тем, что новый фонд помощи согласует только после выборов, когда уже станет очевидно, кто будет следующим президентом США. Но в сухом остатке там вывод был простой. Из всех умозаключений, доводов, которые я сделал, эти стимулы, друзья, будут рано или поздно, но без них американская экономика не справится. Сейчас достаточно посмотреть, опять же, на то, что происходит сейчас со второй волной ковида в Штатах. Понятно то, что снова начинают замыкаться, опять же, предприятия, закрываться бизнес, тухнуть. Это сказывается на рынке труда. И, конечно же, все это выпячивает проблему отсутствия достаточного финансирования. Вот поэтому и по доллару я снова обращаю ваше внимание, что локальный выпад вверх – это не слом тенденции, которая ранее сложилась. Американская валюта останется уязвимой. Просто нужно немного подождать. И индекс доллара не так уж активно ходит, чтобы при малейшем отклонении от определенного курса, опять же, брать, крыть позиции, опять же, в данном случае на сел, обкрываться в бай. Не нужно так делать, друзья. Индекс доллара – это нормальная консервативная торговая сделка. Мы уже с Виталием не раз говорили о том, что это инструмент без свопов, поэтому можно работать с ним довольно неплохо и не паясь. Но сделки новой сейчас нет. Это для тех, кто все-таки вместе со мной старых времен сидит в продажах американского доллара. Что касается других активов, был у нас, у меня в частности, евро-доллар. Я предлагал выкупать с отметки 1.1770. Сто пост мы отправили на 40 пунктов ниже, в район отметки 1.1730. И вот прям сразу вот этим прострелом, овалом выхода из восходящего канала сделка была закрыта по 100%. Опять же, друзья, расстраиваться не нужно. Сейчас мы дождемся обратной динамики по доллару. Это может произойти в любой момент. Кстати говоря, на следующей неделе Сенат попробует протащить через палату представителей еще один предвыборный мини-пакет фискальной поддержки на 500 миллиардов долларов. И если все-таки в этот раз Конгресс примет то решение, которое обязан принять с учетом того, что происходит в американской экономике, то вот эти новые деньги, они как раз приведут и снова к развороту доллара, ну и по евро также мы найдем очередные новые точки входа и будем действовать все. Что касается сегодняшних торговых идей, я рекомендую посмотреть на британскую валюту. Фунт валится. Почему? Потому что поджимают фунт из-за ситуации с ковидом. Мы знаем то, что не так давно в Англии во многих регионах вновь стали вводить дополнительные ограничения. И вот последние новости, буквально несколько часов, то, что настолько плохо все с ковидом в Англии, что рассматривается возможность двухнедельного локдауна вообще, тотального, который мы наблюдали в начале 2020 года. Если это произойдет, ну, друзья, тут можно будет тушить свет на всех предпосылках для экономического роста. Вся статистика, промсектор, бизнес-оптимизм, сфера услуг, строительство, все это полетит вниз, покажет рецессию, уйдет, я думаю, что на такое дно, из которого выбраться будет очень трудно, даже в перспективе, может быть, двух или трех лет. Последняя статистика по рынку труда тоже уровень безработицы растет. И это, опять же, при том, что только в этом месяце правительство начало сворачивать меры поддержки для предприятий. И в этом месяце, ну, скажем так, несколько недель назад мы увидели серьезные шаги по сдержанию распространения инфекции. Это значит то, что через месяц, когда проявится вот негативное влияние и недостаточного финансирования, и мер ограничительных, статистика станет еще хуже. Поэтому ставки отрицательные точно будут введены, это совсем скоро. И все это как бы приправляется сверху, посыпается сверху риском Брекзита. Потому что 15 октября, вот, собственно, уже завтра, дата важная. Это формально дата, когда Англия, если не будет соглашения с Европейским Союзом, может все-таки признать тот факт, что дальнейшие переговоры уже абсолютно бессмысленны. Поэтому, друзья, я думаю, что текущая распродажа британской валюты – это только лишь начало. Я предлагаю рискнуть прямо в моменте, зайти. Жаль, что не было возможности пораньше нам с тобой записать этот ролик. Ну что, будем работать с тем, что есть. Я хотел подпродать, конечно, с уровня 1,29, но, друзья, сейчас котировки 1,2878. Можно входить в шорт прямо сейчас. Сейчас возьмем, давайте, более-менее консервативный стоп-лосс – это 50 пунктов. Забросим его на отметку 1,2930, соответственно. И будем ждать снижения ниже отметки 1,28. И еще одна идея – это по нефти. Я ее рекомендовал покупать с уровня 42,60, сейчас 42,15. Опять же, это сделка еще в работе. Вчера мы видели, как нефть выросла после доклада ОПЕК о том, что страны, участники энергетического альянса 30 ноября могут рассмотреть возможность дополнительного сокращения производства нефти. Пересмотрел ОПЕК в лучшую сторону прогноз спроса. Это взбодрило инвесторов и позволило все-таки рынок вытащить с тех донных уровней, которые мы видели буквально несколько торговых сессий назад. Поэтому пока что длинная позиция все еще актуальна. Я рекомендую не сворачивать, не отказываться от покупок и ждать бренд, как и раньше, выше отметки 43,50. Виталий, слово тебе. Слушай, фунт как летит, а? Да. Так, всем привет. Видно ли мой рабочий экран? Да, видно. Так, сейчас скажу о тех идеях, о которых я говорил в понедельник. Это у меня была идея на рост доллара против трех валют. Это евро-доллар, индекс доллара и доллар-франк. Конкретно я давал идею по евро-доллару. Это шорт в районе 1,18, 15, 20. На этом хаю прямо в понедельник мы торговались утром в 10. Цели были вниз, глобальные это в район 1,16. Мы пока неплохо отпадали, скажем, практически там одну фигуру. Кто шортил по моей рекомендации, кто там не покупал по другим рекомендациям, скажем. Можно часть закрыть, перенести без убыток, кто еще не перенес. И ожидать, возможно, евро уйдет туда, куда я говорил, там 1,16, 1,15. Но это будем уже наблюдать, потому что прошел неплохой импульс вниз. И мы можем, как с текущих, кто, допустим, не шортил, может дошортить. Но это уже рискованно очень. Нам бы желательно здесь хорошо проторговаться и уже понять, будем мы идти вниз точно или скорее наверх. Но существует вот такая проторговочка, которая позволяет сказать, что евро уйдет вниз, и фунт-доллар у них аналогично по фунту, аналогично утром была небольшая проторговочка, и мы падаем. Но это очень слабый сигнал, но возможно. Есть импульс, пока ожидаем вниз. Был ли это импульс истинный, и мы, скажем, будем дальше падать, или это просто скинули, что-то здесь нарисуем и уйдем в лонг, это время покажет. Но пока удерживаем те позиции, о которых я говорил в понедельник, и удерживаем их среднесрочно. Аналогично говорил по индексу доллара, покупать его. У нас здесь тоже прошел вчера неплохой импульс. Как видим, цены учитывает все. Почему? Потому что здесь рисовался лонг, хоть он был без сильной модели дневной, только на часовиках была дивергенция на H1. Она уже сформировалась под закрытию понедельника. Небольшой импульс прошел на открытии сессии азиатской, и мы, скажем, пошли наверх. В принципе, здесь не исключаю, что мы можем расти до вот этих хаев, которые были в районе 25 сентября. Поэтому, если кто покупал индекс доллара, удерживаем его без убытки, можно часть скинуть. Аналогично доллар-франк, тоже говорилось о покупках. Аналогичной была дивергенция на H1. И причиной шарта, которая была по евро-доллару, напомню, это дивергенция на H4. То есть вот мы ее видим. Еще в прошлый раз говорил, как я говорил о дивергенции в конце сентября. Вот аналогично она отработалась. К чему я веду? У нас была еще дискуссия, помню, с подписчиками на канале Амаркетс, где-то весной или зимой, уже не помню. Зимой, мне кажется. По поводу того, что дивергенции не работают. Даже простые индикаторы, скажем, работают. Но я их использую, скажем, в сочетании со своими моделями. Они более надежные. Но иногда, если нет моделей, и, скажем, хочется поторговать или понять, что нужно делать. Вот, допустим, мы сидели в покупках еще с прошлой недели по евро-доллару и вот на хайоу здесь. Мы полностью уже вышли в конце дня. Я говорил, что у нас был остаток по евро-доллару покупки. Мы вышли полностью, потому что была дивергенция. Она говорила о шортах. И, скажем, не таких сильных сигналах. Можно, скажем, выходить или даже заходить контр, скажем, по инструменту. Так, поэтому по этим инструментам остается мнение, что удерживаем их на силу доллара. Возможно, она превратится в очень сильную, скажем. Ну и по фунту я с тобой, в принципе, согласен. Мы долго этот фунт анализировали. Все-таки здесь может получиться тоже неплохой шорт, такой среднесрочный, где-то в район 1.27, возможно, и ниже. Вот это было такое накопление, достаточно длинное в течение месяца. Произошел ложный пробой уровня. У нас получается 1.30. И сейчас только падать. На сегодня можно такую еще свежую идею. Это попробовать. Ну, такая сложная, она не супернадежная. Это новозеландский доллар, шортануть его. Удерживаем уровень. Шорт с текущих 0.6647-0.50. Все, что ниже уровня 0.6655, можно пробовать шортить. Со стоп-лоссом за хай это 0.6675. С целями район 65.50, вот эти 65.00, скажем. Мы можем, в принципе, в течение текущей, я думаю, в следующей неделе падать. Ну, посмотрим, как дальше будет вести весь рынок, что мы будем формировать, потому что та картина, которая рисуется на текущий момент, она одно показывает. Если она будет меняться в течение, там, у нас сегодня среда, четверг, пятница, возможно, будем мнение менять или даже добавляться при более сильных сигналах, потому что на сейчас есть такие предпосылки, они не сильные. Ну, и по поводу нефти, что я могу сказать? В прошлый раз я был за шорт в понедельник, когда мы общались. Нефть, в принципе, неплохо отпадала, там, около одного доллара. Хотя я ее, так и говорил, что я бы ее повыше зашортил, она, скажем, с текущих начала падать, но приоритет был шорт. На текущий момент такая двоякая ситуация, можем как свалиться вниз, так и сходить вверх. Поэтому я пока вне рынка по нефти, но есть и предпосылки для шорта, скажем, достаточно, возможно, сильные. Посмотрим. Виталий, спасибо, ты закончил, да? Да, да. Все, отлично. Кстати, да, забыл спросить, смотрел там на канале E-Markets, еще не досмотрел по поводу, кто победит на этом, на выборах в США, так и на чем там сошлись три эксперта, кто победит. Ну вот как раз будет повод досмотреть тебе до конца этот ролик. Хорошо. И, возможно, на одном из следующих эфиров мы с тобой тоже поднимем эту тему, потому что выбор уже не за горами, и твое мнение экспертное точно обязательно понадобится. Спасибо тебе, Виталий, за сегодняшний эфир. Давай следить тогда за тем, как отрабатывать себе рынки. Действительно, очень интересные события, много поводов тоже достаточно и политическая неопределенность в Англии с Brexit и выборами в США, и новый пакет фискальных стимулов в Штатах, да и вторая волна ковида, которая сейчас провоцирует все более и более жесткие меры по сдерживанию. Этого, конечно, никто не ожидал, что настолько все будет плохо, но, опять же, есть то, что есть. Будем рассчитывать и надеяться, что так же все это быстро отступит, как и появилось в плане пандемии, и мы станем работать с естественным, более-менее предсказуемым рынком без каких-либо хорс-мажоров. Виталий, хорошего у тебя закрытия недели и классных выходных. До встречи тогда в понедельник. Пока. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok